Медведь-собакоед, который несколько дней назад устроил кровавое пиршество на улице Речной в Магадане, спустя три дня после инцидента, был обнаружен в районе питьевого водохранилища. Группа инспекторов отогнала животное к мысу Островному, где продолжили круглосуточное дежурство. Мы патрулируем район Пионерного, чтобы не допустить хищника к жилым постройкам, к людям. Тем не менее, хотел бы предупредить людей все равно быть осторожными, потому что пока хищник на свободе. Еще один инцидент, связанный с нападением косолапых, произошел сегодня на месте пастбища в районе села Клепка. Там медведь задрал лошадь одного из крестьянско-фермерских хозяйств. Причиной того, что хищники вынуждены добывать пищу таким образом, по словам специалистов, является отсутствие ягод и грибов в связи с непривычным для региона засушливым летом и отсутствием рыбы в реках. Между тем, с начала лета активность медведей пошла на спад, чего нельзя сказать об их рыжих лесных соседках. В последнее время участились случаи выхода лис к людям в поисках корма, что тоже может иметь неприятные последствия для человека. Лисы являются переносчиками бешенства. И кормить лису может кусить, и, соответственно, человек может заболеть. И также, если даже не было ранения, еще что-то, на руках может остаться лисия слюна, которой впоследствии можно тоже заразиться собачьим бешенством. Поэтому в этом плане с лисами лучше не контактировать. Отметим, в случае непредвиденных обстоятельств, связанных со встречей с хищниками, необходимо обратиться по номеру 02, где вас перенаправят к специалистам регионального отдела охот управления. Субтитры создавал DimaTorzok